Как престольный праздник прошел? Ну, архиерея не было. Приехало четыре священника, видно. Что-то какая-то у него там занято. То есть он же член Синода. Бывает, срочно вызывают его. Еще вечером знали, что будет. А на утро уже сказалось, что нет. Батюшка поедет, может быть, узнает. Он только сказал, говорит, дела, срочные дела. Нормально все. Ну, я уже послал, сильно ужатая. Задержали выставить. Ну, может, к утру выставят. Я тогда послал не ужатая. А ужатая там размышлятое такое. Все нормально. Я говорил проповедь, батюшка там сказал, чтобы я вышел. Вот. Говорил о Духе Святом. И продолжил уже за обедом. Немножко. Крестный ход был. Там барабаши. Нормально. Барабаши, Игнат Ильич Ильич, убирают? Убирают. Вот уборка. Убирают. Много еще осталось, да? Много. Больше половины, говорит. У него 1200 гектаров. Вообразить нельзя. Много, конечно. А уже не долгого-то. 6400. Вот так дерзают братья. Молимся. У меня завтра бульдозер приходит. Там нужно поднять еще. Так что молились мы об этом. Николай, он ушел. Бульдозерист. И мы молились, сообщат. И он сегодня сам приехал сюда. Это по молитве. Прямо точно по молитве. Спаси Христос, кто помогал. Молились. Получается, бульдозеры везли, потом снова привезут. Бульдозеры заново привезут? Или он стоит в деревне? Ну, просто бульдозер я заплатил туда и сюда. А у него там что-то не заладилось. Я ему сегодня сказал об этом. Я же оплатил дорогу туда и сюда. Дорога туда и сюда. Это 6000. Скорченный. 6000. А у меня 12000 пенсия. Он говорит, да, это по совести. Ну, все. Завтра благополучно будет. Я буду свободен. И со мной Володя. Никого нет. Надежда Васильевна въехала в город. Что-то по квартире решает. У нас была квартира. Я ее передал Гавриилу. А там, ну, сносить должны бараки-то. Или оплатить. Суд будет. А я-то отдал. Мне спокойно. Как там дворем-то будете с Володей-то работать-то? Да. Смотрим, если там иногда приходят и видел. Куда пастет, короче. Мы двое с Володей. Матушка помогала. Она ползком-ползком идти-то не может. На боку. А помочь надо. Хорошо. Туда, если вопросов нет, назначайте молитвенника. И будем туда молиться. Знаю, Тихонич, куда будет молиться? Или я сам назову? Сейчас, сейчас, сейчас. Я тут это не рассмотрел. Подожди. Сейчас, сейчас скажу. А вот Денис Попенко есть? Денис Попенко? Да он есть. Но у них там с телефона. Они пока микрофон включат. Она задержка там чуть ли не в минуту включается. А кто такая Ирина Шапиева? Она тут нет? Нету ее. Сейчас посмотрим. А Юлия Песченая здесь. Не откликаются. А Ксения Юрова? Как будто никого нету. А что такое? Почему нету-то? А Екатерина Ткащенко? А вот Юлия будет. Юлия, у вас микрофон включен? Говорите. Есть ли его? Нету? Что-то у нее курация туда-обратно. Микрофон. Ну, я тогда не могу сказать, а? Ксения на месте. Кто ответил? Ткащенко. Ну, вот так, как только там прочитают, достойно или что, не знаю. Потом помолитесь краткими словами, поблагодарите Бога. Игорь Владимирович, пожалуйста, вступайте в пение. Все, пожалуйста. Достойно есть якова истину, блажить и тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую хирургим и славнейшую, без сравнения, серопим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава и благодарения Господу Богу Иисусу Христу за сегодняшнее занятие с братьями. Для нашего наставника Игнатия Тихоновича, помоги нам, Господи, с достойным пронести это слово, которое мы по ним слышим, которое мы должны исполнять, благовествовать. Помоги нам, Господи, иметь чувствование, как во Христе Иисусе. Помоги нам укрепляться, да нам Духа премудрости, Духа разума, Духа пророчества, рождение всем свыше. Помоги нам, Господи, быть не только зваными, но и избранными, и быть со всеми освященными вечности в Царстве Твоем. Слава Тебе, Господь Бога Иегова! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь. Аминь! Спаси Христос! Аминь! Спаси Христос! Спаси Христос! Аминь! Спаси Христос! Аминь! Спаси Христос!